По данным статистики в России более 65% курящих мужчин и более 30% женщин. Не прочь подыметь и некоторые подростки. Таковых сегодня насчитывается порядка 20%. Несовершеннолетние любители пагубной привычки есть и в Лангипасе. И нельзя сказать, что курят от нечего делать. Ведь в городе созданы все условия для полноценного развития детей разных возрастных групп. Функционирует не один десяток досуговых кружков и спортивных секций. С ребятами работают в образовательных учреждениях, но некоторые подростки все равно находят время приложиться к сигарете. Мы проводили такие опросы среди детей. Почему они начинают курить? Во-первых, это все-таки стадность. Потому что группами обычно мальчишки начинают курить или даже девочки. Когда один закурил, два, а третий останется просто так и будет просто на них смотреть или глотать дым. И его или заставляют тоже вместе покурить, или он сам подключается, сам с удовольствием к этой компании и начинает курить. Если подростковое курение зависит от психологических причин, то к недобросовестным владельцам и продавцам торговых точек совсем другие вопросы. За реализацию табачной продукции лицам младше 18 лет грозит серьезная ответственность. Сотрудники полиции при выявлении таких фактов направляют все материалы в Роспотребнадзор. И в соответствии со статьей 1453 Кодекса общественных правонарушений на предпринимателя составляется протокол. Какая ответственность идет на физическое лицо от 3 до 5 тысяч. Ну и естественно на юридическое лицо. Там кратные размеры, то есть от 30 до 50 тысяч рублей. А вот любителями подымить интересуются члены комиссии по делам несовершеннолетних. Случаи, когда школьники или студенты курят прямо возле своего учебного заведения, рассматриваются на КДН. За такое правонарушение, как правило, назначается штраф от 500 рублей. При повторном проступке он увеличивается втрое. Любовь Шитова, Олег Басарыгин. Специально для новостей.